Истребление дома Ахава. Четвертая книга царств, глава 10, с 1 по 11 стих. У Ахава было 70 сыновей в Самарии. И написал Июй письма, и послал Самарию к начальникам изриельским, старейшинам и воспитателям детей Ахавовых, такого содержания. Они испугались чрезвычайно. И сказали, вот два царя не устояли перед ним, как же нам устоять? И послал начальствующий над домом царским и градоначальник, и старейшины, и воспитателек Июйю сказать, мы рабы твои, и что скажешь нам, то и сделаем. Мы никого не поставим царем. Что угодно тебе, то и делай. И написал он к ним письмо во второй раз такое. «Если вы мои, и слову моему повинуетесь, то возьмите головы сыновей государя своего и придите ко мне завтра в это время в Изриель». Царских же сыновей было семьдесят человек, воспитывали их знатнейшее в городе. Когда пришло к ним письмо, они взяли царских сыновей и закололи их семьдесят человек, и положили головы их в корзины и послали к нему в Изриель. И пришел посланный, и донес ему, и сказал, принесли головы сыновей царских. И сказал он, разложите их на две груды у входа в ворота до утра. По утру он вышел, и стал, и сказал всему народу, «Вы невиновны. Вот я восстал против государя моего и умертвил его, а их всех кто убил». Знайте же теперь, что не падет на землю ни одно слово Господа, которое он изрек о доме Ахава. «Господь сделал то, что изрек через раба своего Илью, и умертвил Иеуй всех оставшихся из дома Ахава в Изриеле, и всех вельмож его, и близких его, и священников его, так что не осталось от него ни одного уцелевшего». Размышления, часть первая. От избытка сердца. Четвертая книга царств, глава десятая, с первого по шестой стих. Повинуясь Божьему слову, Иуй исполняет миссию, назначенную ему Богом. Уничтожает весь дом Ахава. Но в письмах, которые он посылает начальникам и старейшинам Изриеля, мы начинаем замечать несовершенство его характера. Он понимает, что является инструментом в Божьих руках и исполняет его слово, но при этом одновременно пытается склонить старейшин и начальников на службу себе. «Если вы Мои и Слову Моему повинуетесь» стих 6. Иисус учил, что уста говорят от избытка сердца. Евангелие от Матфея, глава двенадцатая, тридцать четвертый стих. Мы не всегда осознаем, какое зло гнездится в наших сердцах. Но мы, если внимательно будем слушать свои же слова, то сможем вовремя заметить, что с ними что-то не так. «Будем же бдительны и осторожны». Применение. Какие слова или выражения часто срываются с ваших уст в последнее время? Что они говорят о состоянии вашего сердца? Размышления, часть вторая. Временное послушание. Четвертая книга царств, глава десятая, с седьмого по одиннадцатый стих. Иегуй не первый в истории Израиля, кому поручено исполнение суда и восстановление божественной праведливости. Но он также не первый и в том, что помимо основной миссии преследуют еще и свои амбиции. Книга пророка Исаии, глава десятая, с пятого по одиннадцатый стих. Его жестокие деяния говорят о желании сеять ужас. В его словах просматривается эгоизм и сосредоточенность на самом себе. Все это будет особенно заметно, когда он, желая сохранить политическое влияние, оставит поклонение золотым тельцам Иераваама. Четвертая книга царств, десятая, глава, двадцать девятый стих. Иаков учит, что похоть рождает грех, и если с ним не бороться, то рождает смерть. Послание пророка Иакова, глава первая, пятнадцатый стих. Так что, заметив в себе греховное желание, мы должны извернуть его из себя, пока оно не пустило корни и не привело к самому греху. Применение. Какие греховные желания вы все еще храните в своем сердце? Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы вырвать их с корнем и избавиться от них? Молитва дня. Господь Бог, открой мне все, что Тебе не угодно во мне. Помоги мне не поддаваться искушению, самовозвышению и не кормить свою пухоть. Я хочу всем сердцем слушаться Тебя одного. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Дорогие друзья, приглашаем присоединиться к медиа-команде издательства «Живая жизнь». Медиа-команда занимается развитием направлений. Ютуб-канал, телеграм-канал издательства, приложение «Тихое время», сайт издательства «Живая жизнь». Мы ищем служителей в команду для помощи в записи голоса для видеороликов, создание видеороликов «Тихое время», введение телеграм-канала, поддержка приложения и поддержка сайта. Служение не занимает больше пары часов в месяц, и участие возможно в любом удобном формате. Заявки вы можете присылать на телефон в описании. Мы будем ждать вас в команде для служения Господу. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok